Детский сад Журавлёнок 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 В таких конкурсах, как было отмечено по результатам конкурса этого года, все мастер-классы, методические мероприятия были представлены на высоком уровне, что свидетельствует, что мы работаем, повышаем свой профессиональный уровень и говорит о том, что профессиональная компетентность педагогов нашего города растет. Работа педагога – это, наверное, призвание, говорит Ольга Степановна. Ей нравится наблюдать за счастливыми глазенками ребятни, отвечать на бесконечное как, зачем и почему, видеть успехи детей и помогать бороться с неудачами. Вы знаете, сейчас, когда я участвовала в этом конкурсе, стала вспоминать свое детство. И вот даже беседую со своей мамой, вспоминаю о том, что я так любила играть в школу, так скажем, да. Раньше у нас были доски, мелки и вот в такой сюжетно-ролевой игре, да, то есть была роль учителя. Ну вот, видимо, наверное, моя профессия все-таки ко мне пришла из детства. Однако шла к своей профессии Ольга Степановна окружными путями, о чем, кстати, нисколько не жалеет. Любые знания идут на пользу, считает она. В ее профессии даже более, чем в любой другой. Моя профессиональная деятельность начиналась с медицинской области. Я закончила наше Саянское медицинское училище, имею образование по специальности фельдшер. И начинала я свою профессиональную деятельность в дошкольном учреждении номер 19 и в должности старшей медицинской сестры. Работая на протяжении 8 лет в этой должности, естественно, постоянно находишься рядом с детьми, с родителями и обращаешь внимание, какие актуальные проблемы сегодня в плане здоровья, развития наших детей. Так как профессия учитель-логопед является, я бы сказала, вернее так оно и есть смежной дисциплиной между медициной и педагогикой и требует базовых медицинских знаний, поэтому как бы вот целенаправленно была выбрана вторая профессия и я закончила педагогический институт. Получила специальность учитель-логопед. Учитель-логопед – профессия уникальная, требующая особого склада характера, знаний по многим дисциплинам. Это воспитатель и учитель, медик и психолог, методист и культорганизатор, порой даже художник-оформитель и онлайн-консультант. Конечно, мои медицинские знания, они мне безусловно помогают в моей профессиональной деятельности, особенно на начальных этапах, когда мы только знакомимся с ребенком, знакомимся с мамой, собираем анамнез и выясняем причины, причину, почему ребенок имеет такие тяжелые речевые нарушения. Поэтому как бы здесь медицинские знания, они дают вот такой старт. Дальше, конечно, уже подключается педагогика, это выбор форм, приемов, методов, коррекции речевых нарушений. Также важны знания психологические особенности детей, потому что дети с речевыми нарушениями, они, как правило, имеют еще и дефицит внимания, неусидчивые, невнимательные, быстро переключаются, утомляются. Поэтому хочется сказать, что современный педагог, еще раз подчеркну, должен быть мобильным, ориентироваться в сферах, в интересах современного ребенка, учитывать его индивидуальные особенности и подбирать, конечно, индивидуально формы работы, подходы, приемы. Столь вдумчивое и ответственное отношение к своей работе, к своей профессии, конечно же, приносит результаты, которые не могут остаться без внимания. Поэтому не случайно учителю-логопеду дошкольного образовательного учреждения номер один «Чуравленок» на городском конкурсе «Воспитатель года» была присуждена победа. Событие, конечно же, радостное, однако Ольга Степановна отмечает, что главное – повседневная радость ее работы ни в конкурсах, ни в победах. Радость нашей профессии – это, конечно, блестящие глаза наших воспитанников. Очень приятно видеть, что дети настолько рады видеть тебя, когда ты приходишь с ними и приглашаешь их к себе на занятия, тогда ты понимаешь, что твои занятия интересны, увлекательны, дети хотят идти, соответственно, конечно, будет и результат. Поэтому вот это, наверное, самое приятное, радостное, то есть, как бы, результаты детей. А также вот в работе с родителями, как я уже сказала, большое значение этому удивляем, униляем. И поэтому мы видим вот отдачу, и настолько приятно, когда родители теперь сами приходят, интересуются, мы с ними делимся результатами, даже когда мы поставили звук, я стараюсь приглашать родителей в вечернее время, и мы с ребенком показываем обязательно, что у нас получилось. Для ребенка это очень важно, он чувствует себя успешным, для родителей это тоже важно, потому что он понимает, что есть уже какие-то результаты. И тогда каждый родитель готов выполнять рекомендации и продолжать работу совместно с педагогом, воспитателями. Впрочем, в начале 2017 года Ольге Степановне вновь предстоит ненадолго отвлечься от своих повседневных дел. Ее ждет очередное испытание профессионального мастерства. На форуме «Образование при Ангаре» она будет защищать систему образования Саянска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова